Здравствуйте, уважаемые видеослушатели! Меня зовут Эдуард Солдатов. Данное видео открывает серию видеоуроков по изготовлению станка с числовым программным управлением. Поэтапно будут описаны и показаны приемы и тонкости при создании станка. Причем подходы к сборке позволяют в условиях гаража собрать станок высокого качества, способны работать в этом же гараже, потому что энергопотребление такого станка составляет всего лишь 1,5 кВт в час. Первый урок будет посвящен изготовлению металлокаркаса. Во втором будет показана установка и настройка механической части станка. Будут показаны нюансы, мелочи, подходы, как правильно выставить всю геометрию и как настроить оси. Третий урок будет посвящен обвязке и сборке электроники. Итак, надо понимать, что потребуются сварочные работы. Если не умеете варить на этом этапе, пригласите сварщика, но лишь для того, чтобы он варил швы. Все остальные процедуры, разметка, нарезка профиля, сборка каркаса, выставление геометрии, все ложится на вас или должно делаться под вашим контролем. В этом деле нет второстепенных моментов, каждая мелочь важна. Для простого примера на фото видна разница между профилями разного качества. Итак, нарезаем профиль в размер. Делать это возможно ручной болгаркой. Предварительно, точно, подугольник, начертив линию реза. Из семи длинных балок выбираю пять лучших. Они пойдут на изготовление основной плоскости нашего стола. Далее, у выбранных пяти профилей находим более ровную идеальную сторону и отмечаем ее. Проверять удобно строительным правилом. Я имею возможность проверять и доводить профиль на поверочном столе. Если вас не устроит ровность вашего профиля, подобную рихтовку можно соорудить из куска балки и стержней с гайками на М12. Итак, ровные стороны отмечены. Этого достаточно. Мой конструктив и подходы при сборке позволяют обойти дефекты профиля и в итоге собрать стол без ущерба для его точности. Из профиля 80 на 40 толщиной стенки 3 мм я собрал раму на поверочном столе, чтобы использовать ее как идеальную платформу для сборки станины, чтобы металл не повело, все варилось на точке. Если у вас нет возможности собрать на чем-нибудь столе такой каркас, есть варианты. Собрать такую же платформу на листе ДСП или ОСБ. Закажите у мебельщиков заранее будущую столешницу для вашего станка и используйте эту столешницу в качестве идеальной плоскости. Еще лучше ее ужесточить, привязав ее к двум ровным профилям. Я сейчас использую ламинированный ДСП 22 мм толщиной. Далее, последовательно струбцинами, привязывая выбранный профиль к нашей платформе, собираю основную столешницу. Отмеченные ровные стороны разворачиваю к шаблону. В итоге это будет наша основная плоскость, на которой будет собираться вся механическая часть станка. Такой же подход и к установке двух верхних поперечин на столе. Сборка осуществляется предварительно на точках, чтобы не создавать лишних напряжений в металле. В процессе сборки есть пару швов, которые надо варить полностью, потому что доступа в дальнейшем к ним не будет. Есть швы, которые не следует варить вообще, чтобы также не провоцировать напряжение металла. Итак, столешница собрана, собираем весь каркас стола, ножки и нижние поперечины. Этот профиль рихтовать не имеет смысла. Все также собирается на точках. И когда вся конструкция собрана, она уже имеет большую жесткость и устойчивость к образованию винтов. Теперь обваривается вся конструкция. Варить нужно тоже с определенным подходом. Ответные швы без особого перегрева в одном месте, чтобы не повело профиль. И только после полного остывания металла можно отвязывать нашу платформу, к которой был привязан станок. Я, конечно, проверяю плоскость после варки на своем поверочном столе. И хочу сказать, если все делается последовательно и ответственно, доводить ничего не надо. Все нужные нам профиля будут находиться в одной плоскости и ничто их не уведет. Портал также собирается с привязкой к шаблону. Но из-за того, что на нем меньше ребер жесткости, его может незначительно увести. Это не страшно. Но если собирать всю конструкцию сразу, то этот незначительный винт наверху приведет к значительным изменениям внизу. И нижние платформы, которые устанавливаются на ролике, потеряют общую плоскость. Лишь после остывания верхней части портала, возможно его проверить и, если надо, отрихтовать, далее привариваем платформы. И варятся они также в определенных местах, чтобы не вело металл. Ось Z я также разработал, как говорится, из того, что было. По распределению нагрузок, думаю, интереснее мой подход, чем стандартный вариант. Но возни много больше, чем стандартный подход, когда все расположено на одной платформе в одной плоскости. Тут можно подумать, что выбрать для себя. Основную деталь оси Z вырезаю из профиля. После резки, естественно, внутреннее напряжение дает о себе знать. И надо выправлять винт. Делать это несложно с помощью жесткой платформы, двух мощных струбцин и подкладок разной толщины. Также вместо жесткой платформы можно использовать какой-нибудь швеллер. Уголки вырезаю из профиля. Тоже ведет, тоже рихтую. После сваривания оси Z тоже рихтую. На таких соединениях всегда чуть-чуть ведет. Но и рихтовать их легче. Итак, каркас собран, обварен. Я его почистил, пошкурил, обезжирил. В общем, подготовлен к покраске. И теперь для пущей самоуверенности имеет смысл приложить нашу поверочную линейку к плоскости, по горизонтали, по диагонали, чтобы мы увидели, нет ли каких-либо винтов. И во всех положениях наша плоскость должна идеально прилегать к линейке. Это будет значить, что мы все сделали правильно. И теперь мы можем приложить портал. Портал мы также собирали на нашем шаблоне. По тем же правилам, также тщательно и постарминал. Приложить портал, нажимая на края данных подошв, мы поймем, если ощущаются какие-то лифты, значит что-то где-то разнится, где-то плоскости не сходятся. Если все идеально подогнано, люфтов нет, значит мы все сделали правильно и теперь можем приступить к покраске. На этом данный урок закончен. Еще хочу остановиться на одном моменте. Планирую к данным урокам продавать чертежи своих станков, но не просто. Буду предоставлять полный список комплектующих с ссылками на продавцов и производителей. Плюс вам сделают через меня хорошую скидку и вы с лихвой окупите покупку чертежа. В следующем уроке расскажу и покажу о подходах и тонкостях сборки и настройке механической части станка. С уважением, Эдуард Солдатов.